Помпезно и с размахом открылся новый корпус ИВГУ. Восемь этажей, десять тысяч квадратных метров. Дизайн по последней моде. Сюда студенты просто обязаны ходить с удовольствием. Сейчас проблем со строительством уже никто не помнит. Но здание на несколько лет замораживали. Корпус рисковал стать долгостроем. Сейчас пространства хватит для тысяч студентов. Но только будут ли они? Бюджетные наборы на гуманитарные специальности существенно сокращают. С Павлом Алексеевичем у нас была договоренность. В декабре месяце мы подробно встречались по перспективам развития вузовского комплекса. И достигнута договоренность, что в феврале месяце состоится под его руководством большое совещание с участием членов правительства и ректоров вузов по вопросам формирования регионального заказа. То есть то, что нам не додает министерство, может додать регион. Иначе мы можем просто оказаться без специалистов в важнейших областях. Поэтому мы найдем, кого сюда в этот корпус поселить. Благодаря новострою удается соблюсти норматив по площади, установленный для вузов. На одного студента должно приходиться не менее 11 квадратных метров. В Ивгуду введение в эксплуатацию нового корпуса было 9 метров на человека. Сейчас показатель выше нормы на 2 метра. Мы же ведь учились по бумагам, по книгам. То есть сейчас учатся с помощью компьютеров, различных интерактивных средств. Конечно, без этого сейчас уже это будет архаичное образование. Современное образование можно получить только в современных условиях. В корпус переедут студенты исторического и экономического факультетов. Не мог не отметить Павел Коньков засилие историков во властных структурах региона. Кузьмичев, Кабанов, Иванов, Хазбулатова. Пугающая закономерность. Пошутил глава региона и отметил. Что касается работы в моем правительстве историков, я только что ректору сказал, может быть они потому и работают в правительстве, что учились, работали в экстремальных условиях. А вот сегодня новое поколение в этих тепличных условиях, может быть, уже в правительство работать не пойдет. Корпус этот получил порядковый номер 6, вместо старого исторического, находящегося неподалеку. В будущем то здание планируют снести. На этом месте в самых смелых мечтах Владимира Егорова открытие второй очереди строительства.